Вместе против коррупции в КФУ прошел антикоррупционный круглый стол. Будем в центре событий. Казань готова к проведению российской студенческой весны. Очередная победа Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого на студенческой весне КФУ доказала, что это один из самых творческих подразделений ВУЗа. Однако, институт славится и другими успехами в самых разных сферах. В каких именно, узнаешь далее. Очередное заседание Попечительского совета Института филологии и межкультурной коммуникации началось с подведения итогов за прошедшие годы. Директор Института Радив Замалединов отметил как особо важную победу вхождение к КФУ единственного из всех ВУЗов, участвующих в проекте 5.100, предметный рейтинг QS-лингвистика. Он обозначил, что для укрепления позиций в этом престижном рейтинге потребуется содействие Попечительского совета. Также необходима высокая публикационная активность Института. По результатам деятельности в 2014-2015 годах наш университет является явным лидером по количеству публикаций и цитирований в базе данных с КОПУС в профильных журналах по лингвистике. Мы значительно опережаем ближайшего нашего преследователя. Это высшая школа экономики. Особое внимание уделяется и татарскому языку. Так, созданный в 2014 году Институт Каюма на Сыри, оказывающий поддержку татарскому языку и культуре, обзавелся тремя новыми образовательно-культурными центрами, причем один из них за пределами России, в Бишкеке. Успешно функционирует онлайн-школа обучения татарскому языку Ана-Теле. Сейчас на сайте зарегистрировано около 10 тысяч человек. Об очередных задачах попечительского совета рассказал его председатель, министр образования и науки Республики Татарстан Энгель Фаттахов. Ведется работа по подготовке программы «Русский язык. Республика Татарстан» на 2016-2020 годы. Необходимо обеспечить активное участие ведущих ученых и логов, преподавателей Казанского федерального университета в правильных мероприятиях. Только благодаря сваженной совместной работе мы сможем получить положительный результат. Также в октябре институт ожидает масштабные события. Казань примет пятый конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Съезд обещает стать главным событием года в области русистики. И сделать его таким – главная задача КФУ. Диана Авакян, Роман Самарин, Универньюз. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Веб-Ньюз. Особый противопожарный режим в Татарстане начнет действовать с 5 мая. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Ильдар Халиков. Согласно документу, до 20 мая в регионе запретят сжечь траву и мусор, жарить шашлыки, а также применять пиротехнические изделия на территориях, подверженных угрозе лесных пожаров. Казанцы смогут наблюдать прохождение Меркурия по диску солнца. Увидеть редкий транзит Меркурия будет возможно 9 мая в Загородной обсерватории КФУ. 9 мая сотрудники кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, астрономической обсерватории имени Ингельгарда и планетария КФУ в случае ясной солнечной погоды организуют показ этого явления в телескоп для всех желающих на территории Загородной обсерватории. В честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Ментимер Шамиев и участники комиссии возложили цветы к памятному знаку «Казанский обвод», который находится на въезде в город Болгар. Студенты Елабужского института КФУ приняли участие в 8-м международном студенческом пробеге. На площадке перед основным зданием развернулся праздник с хореографическими и вокальными номерами. Далее участники пробега пробежали до мемориала памяти. В центре Казани в минувшие выходные осквернили памятник известному этнографу и врачу Карлу Фуксу, установленный в сквере Фуксовский сад недалеко от реки Казанка. Его разрисовали оранжевой краской. Мэр Казани Ильсур Медшин возглавит жюри открытого всероссийского конкурса на фирменный стиль казанского зооботанического сада. Заявиться для участия могут компании, работающие в области графического дизайна, брендинга, маркетинговых коммуникаций и рекламы. Спортсмены Елабужского института КФУ привезли две золотые медали с Кубка России по пауэрлифтингу. Спортсмены Анна Филимонова и Роман Сафуддинов участвовали в составе сборной Татарстана. Татарстан Коррупция сегодня одна из самых страшных болезней человечества. С ней с переменным успехом борются уже несколько столетий. А чудо-таблетку до сих пор не нашли. Именно поэтому роль врачей взяли на себя школы и вузы. В Татарстане пример всем подает Казанский Федеральный. Казанский Федеральный признанный в Татарстане лидер по противодействию коррупции. Вот уже несколько лет в вузе ведется активная работа по борьбе и профилактике этой болячки общества. Причем в нее вовлечены как профессорский преподавательский состав, так и студенты. Многочисленные выставки, конкурсы плакатов, тематические встречи, семинары, лекции. В университете делается все, чтобы проблема взяточничества не осталась без внимания. Ведь предупрежден, значит вооружен. Опыт работы в каждом вузе он имеется. Я также благодарен своим коллегам, которые сегодня пришли к нам из некоторых вузов. Сегодня мы акценты не ставим, у кого лучше, у кого чуть похуже. Мы ставим акцент в вопрос в целом о проблеме. И выдадим вам информацию о том, которое имеется в университете и та работа, которая здесь ведется. Положительный опыт Казанского федерального берут на заметку не только другие вузы республики. Все чаще и чаще к нему обращаются соответствующие ведомства. Именно поэтому в университете решили сконцентрировать весь свой багаж знаний в учебном пособии противодействия коррупции. Инициатива тут же была отмечена. Изучив учебное пособие противодействия коррупции, которое подготовлено Казанским федеральным университетом, конечно, очень много положительных эмоций возникло. Вообще, хотелось бы поблагодарить, во-первых, за совместную работу, потому что не понаслышке мы знаем, чем занимается Казанский федеральный университет, и мы реализуем наше управление совместными проектами. Стоит отметить, что в первую очередь пособие, конечно же, для студентов. Ведь коррупцию легче предупредить, чем излечить. И начинать это делать лучше, как можно раньше. Казань Последний месяц весны можно заслуженно назвать самым ответственным для всех студентов страны. Только не вздумай унывать, дело не в сессии, а в том, что совсем скоро Казань проведет российскую студенческую весну 2016. Что уже приготовлено к масштабному молодежному событию, расскажет Аделя Мухамедшина. Прошедшая пресс-конференция чтобы оставить гостям у города наилучшее впечатление не только от фестиваля, но и от студенческой жизни города. Дарость Казань студенческий город у нас более 130 тысяч студентов, 33 высших учебных заведения. И, безусловно, это очень важное событие для нашего города, для студенчества. Это большая честь, но и в то же время большая ответственность для всех соответствующих служб, исполнительного комитета. Но мы с вами знаем, что у нас есть опыт проведения крупных и международных, и российских мероприятий. Что касается организации, журналистам открыли планы на предстоящие мероприятия. А именно, пройдут традиционные конкурсные направления. Заработают творческие площадки на базе КСК КФУ «Уникс», по Волжской академии спорта и туризма и театров города. Не обойдется и без нововведений. В этом году Российскую студенческую весну откроет студенческое шествие от Казанского Кремля до главного здания Казанского университета. Самым оригинальным и смелым предстоит предстать на суд жюри. Победители определяют журналисты и известные представители культуры и шоу-бизнеса страны. Интересными гостями и членами жюри мы ожидаем на этом фестивале. Это Дину Гарипову, заслуженную артисту Республики Татарстана, наверное, всем вам знакомую. Это Никита Высоцкий, российский актер, Егор Дружинин, Яна Чурикова, телеведущая, Алена Хмельницкая, Николай Скорик. Это ряд известных российских режиссеров и актеров. Особый интерес среди представителей СМИ вызвали призы. И большим вопросом стала успеваемость участников в преддверии сессии. Однако, как было отмечено, талантливый человек талантлив во всем. И студенческий фестиваль наглядное тому подтверждение. Ну а победителей ожидает премия президента Татарстана. Безусловно, студенческая весна – это творческий рост. И Казань полностью готова к определению лучших. И насладиться самым важным студенческим фестивалем, который объединяет всю молодежь России. Аделя Мухаммедовична, Ленар Тавлетьяров, Универньюз. На сегодня у меня все. Улыбайтесь, друзья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»